Приветствую вас. Ситуация заключается в следующем. На самом деле, действительно, если у вашего супруга такой характер, то он, безусловно, не пойдет первый на примирение, потому что гордый, потому что, может быть, считать, что это его как-то унизит, заденет, ну, в общем, как-то его дискредитируют в ваших глазах. И, безусловно, если это действительно его характер, то вам, в случае, если вы хотите сохранить отношения, безусловно, нужно будет делать первый шаг. Но вопрос заключается в том, что первый шаг сделать вы можете. Это, ну, не так сложно, как, например, может показаться на первый взгляд. Другое дело, действительно, ради чего это совершать, ради чего он вступает, например, уже вам на свою гордость, ради чего уже вам действовать, значит, вопреки своим принципам и так далее. То есть, объективно, что же получается, какая? Если мужчина имеет проблемы с алкоголем, то вы ведь понимаете, что эти проблемы, они вот так просто сами по себе не уйдут. Мужчина почему-то пить начал и, соответственно, что-то его двигает, что-то его заставляет это делать. И до тех пор, пока не будет ясна причина того, почему он употребляет алкоголь, до тех пор, пока не будет понятно, что заставляет его так поступать, вряд ли можно будет говорить о том, что ваше примирение что-то вообще изменит. Потому что первоначальная причина, а эта причина именно алкоголь, она все равно остается для вашего мужа. И либо это алкоголизм, я вот здесь не согласен немного с экспертами, которые говорят, что человек либо пьет, либо нет. Конечно, это вопрос скорее дискуссионный, чем такой вот экспертный. Но давайте все-таки будем честны, и мужчина может быть просто пьяницей, и мужчина может быть просто расслабляться таким образом. И, соответственно, вопрос возникает такой, от чего он расслабляется, от чего он бежит? И вот вам на него, на этот вопрос, нужно будет ответить. Потому что только если вы разрешите эту ситуацию, только если вы разрешите этот момент, то тогда можно говорить о том, что у вас появится шанс, у вас будет возможность как-то реабилитировать ваши отношения, сохранить их, и так далее. Теперь дальше, значит, по поводу того, что вы, значит, пишите здесь, что вы ушли с дочерью от первого брака. То есть, у вас есть дочь-ребенок от первого мужа, и с первым мужем у вас, вероятно, что-то не получилось. Раз вы до сих пор, ну вот, раз вы развелись с ним, и раз вы сейчас имеете проблемы со своим вторым мужем, можно сделать вывод, что вы следуете как в какой-то негативной, разрушительной, деструктивной модели поведения по отношению вообще к мужчинам, к своим мужчинам. А это значит, что, вполне вероятно, вы ведете себя как-то не так, и вот ваше поведение, женское поведение, ваше поведение как женщина, оно как раз таки и определяет то, к чему вы в итоге приходите. То есть, встреча идет здесь именно о вашем позиционировании себя как женщин. И если вы хотите изменить ситуацию в лучшую сторону, то есть, если вы хотите, условно говоря, делать так, чтобы и вы, и ваша дочь, и мужчина рядом с вами были счастливы, то тогда нужно вам в обязательном порядке, еще раз повторю, в обязательном порядке вам нужно, во-первых, подумать над тем, почему так происходит, и во-вторых, переработать свое поведение по отношению к мужчинам. И тогда, я думаю, у вас все будет, ну, более-менее нормально. То есть, пока, пока, можно вести речь именно о том, что у вас есть проблема вот как с постановкой отношений вообще, да, то есть, отношения к пьянству мужа у вас явно поверхностные. Это первый момент. И второй момент, это анализ ваших отношений с мужчинами вообще. Потому что оно у вас явно, ну, не такое, которое бы обоследовало бы успешное взаимодействие с ними. А значит, нужно корректировать что-то в вас, значит, нужно разбираться уже с вами. И вот тогда будет реальный шанс того, что в вашей жизни что-то изменится. На этом все. Я затронул два аспекта вашей проблемы. Первая проблема, это проблема объективная, проблема ваших отношений. А вторая проблема, это субъективная и проблема уже чисто вас. И проблема взаимодействия с мужчинами вообще, то есть, если у вас не получилось. Первый брак. Во втором браке серьезные проблемы, что вы второй раз уходите. Значит, проблема есть лично у вас. И это значит, что с вами нужно разбираться для выяснения причин такого поведения. Возможно, придется что-то вас корректировать, возможно, придется что-то изменять. Но это нужно для того, чтобы вы могли строить нормальную, полноценную семью, где все были бы счастливы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!